От металлических мочалок до медных проводов, которые используют в тепловозах. Ассортимент продукции компаний «Микросетчатые технологии» разнообразен. Восьми из одиннадцати представленных товарных групп «Мист» – единственный производитель в России. Сплетать бизнес Александр Юдичев начал в 2012-м. Компания нашла свободную нишу и прочно там обосновалась. За четыре года она успела обзавестись постоянными клиентами, которых сегодня около 120. Предприятие сотрудничает с КАМАЗом, изготовителями воздушных фильтров для автопрома, производителями нефтегазового и энергетического оборудования. Здесь каких-то таких особенных ноу-хау или там чего-то сверхъестественного инновационного в этой продукции особенно нет. То есть многие способы известны там пару веков уже. Они это покупали, они покупали это за рубежом. Вот в плане импортозамещения, да, вот здесь мы прямо на 100% импортозамещающие предприятия. Самое главное – это решиться, верить в себя. Тогда все получится. А если ты не уверен, тогда, наверное, да, наверное, тяжело. В штате 30 человек. На рабочих должностях специалисты с высшим образованием. В арсенале станки отечественные, зарубежные, модернизированные и собственного производства. Однако и без ручного труда не обходится. Работают здесь в три смены. Для того, чтобы справиться с большим количеством заказов, продукцию производят круглосуточно. Почти два года микросеечные технологии обитают в областном бизнес-инкубаторе, благодаря чему серьезно экономят на арендной плате. И это лишь одна из мер поддержки. Программ на самом деле очень много. Не очень многие знают об этом. Да, где-то вход достаточно сложный. Поверьте мне, даже в тендерах участвовать сложнее, чем в принципе собрать пакет документов для того, чтобы в конечном итоге получить тот или иной вид государственной поддержки. Среди основных мер господдержки малого и среднего бизнеса, которые сегодня действуют в регионе, гранты начинающим предпринимателям, субсидирование процентной ставки, микрофинансирование. К косвенным относятся возможности аренды цехов в бизнес-инкубаторе, субсидирование на участие в выставках, налоговые и надзорные каникулы. Набирающий оборот и конкурс бизнес-класс тоже своего рода мера поддержки, не совсем стандартная. Я считаю, что вообще этот проект, он нацелен прежде всего на позиционирование работы предпринимателя. Это узнаваемость, это возможность познакомиться со многими людьми, которые, может быть, завтра захотят вложиться в этот начинающий бизнес. И в конечном итоге это возможность получить дополнительные субсидии со стороны государства, может быть более льготное кредитование со стороны финансово-кредитных учреждений, ну и, конечно, главный приз в 10 миллионов рублей. Для того, чтобы получить ту или иную меру господдержки, нужно подать документы в МФЦ для бизнеса. Чтобы стать героем проекта «Бизнес-класс» и вступить в борьбу за 10 миллионов, оставьте заявку на сайте бизнес-класс.тв. Субтитры создавал DimaTorzok